В Мары выбрали лучших певцов вилаяцкого тура конкурса «Янгланди Ярым». В Туркменистане запись на курсы вождения теперь доступна через портал госуслуг e.gov.tm. Туркменские журналисты удостоены наград международного конкурса «Каспий без границ» и другие новости. В Мары на площади перед зданием Туркменской белой юрты состоялся вилаяцкий тур традиционного конкурса молодых певцов «Янгланди Ярым». В конкурсе участвовали 10 победителей городских и трапских состязаний. Участники исполняли народные песни о красоте родного края, а также современные эстрадные произведения. По итогам творческого состязания победили Мяхри Ходжакова и Якуб Оразгалыджев. В Туркменистане онлайн-запись на курсы для получения водительского удостоверения стала доступна через портал государственных услуг e.gov.tm. Эта услуга позволяет гражданам выбрать желаемую категорию прав, заполнить необходимую информацию и оплатить обучение, не выходя из дома. Запись доступна в разделе объединения автомобильных школ. Пользователи могут выбрать одну из пяти категорий водительских прав. Стоимость обучения варьируется в зависимости от выбранной категории и длительности курса. В Астрахани состоялась церемония награждения победителей конкурса «Каспий без границ», где туркменские журналисты завоевали награды в нескольких номинациях. Иламан Чуриев из газеты «Туркменистан» завоевал первое место в номинации «Фото Каспий» за цикл фоторабот, посвященных совместному представлению артистов российского и туркменского цирков. Среди других отличившихся туркменских участников Вагиф Самедов из сетевого издания Central Asia.News, занявшие второе место в номинации «Каспий – территория здоровья» за материал о развитии футбола в Туркменистане. Специального приза жюри был удостоен Мятгурбан Мятгурбанов из газеты «Бизнес-реклама» за работу о туристических возможностях Туркменистана. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов и чрезвычайный полномочный посол США Элизабет Рут провели переговоры. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркменно-американских отношений, констатировав взаимную нацеленность сторон на углубление связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. 12 сентября в Ашхабаде состоится крупный аукцион по продаже объектов государственной собственности. Министерство финансов и экономики Туркменистана выставит на торги ряд значимых объектов, включая административные здания, хозяйственных объединений, торговые помещения и государственные пакеты акций. Среди наиболее привлекательных лотов в столице два административных здания хозяйственных объединений Нурзаман и Дамджалы Баглар, расположенных на улице Кулиева в Ашхабаде. Стартовая цена каждого из них составляет 45 млн 968 148 монатов. Также на продажу выставлены торговые помещения акционерного коммерческого банка Туркменбаши и автомастерская городомаг агентства Туркмен Авто Улаглары. Компания Zoom объявила о расширении функционала своей платформы, предоставив возможность проводить видеоконференции с участием до миллиона человек. Это нововведение открывает совершенно новые перспективы для организации масштабных онлайн-мероприятий. Теперь пользователи Zoom получили гибкость в выборе оптимального формата для своих вебинаров. Количество участников может варьироваться от 10 тысяч до 1 миллиона, что позволяет адаптировать платформу под нужды самых разных мероприятий. Zoom гарантирует высокое качество трансляции без задержек. В новом аэропорту Титоса, расположенном в японской префектуре Хоккайдо, произошел инцидент, который привел к массовым отменам и задержкам рейсов. Причиной масштабных сбоев стало исчезновение обычных ножниц из магазина, расположенного в зоне вылета. Из-за опасений, что пропажа опасного предмета может быть связана с подготовкой террористического акта, руководство аэропорта приняло решение о приостановке всех проверок безопасности на внутренних рейсах. Это привело к тому, что 36 рейсов были отменены, а еще 201 задержаны. Ножницы были обнаружены на следующий день в том же магазине, где их первоначально посчитали пропавшими. Состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка Туркменистана. По футболу команды Аркадак Алтынасыр и Ашхабад одержали победы и приблизились к полуфиналу турнира. Действующий чемпион Туркменистана и обладатель Кубка уверенно обыграл Шагадам со счетом 3-0. Вице-чемпион Туркменистана Алтынасыр одержал победу над Мервом 3-1. Ашхабад под руководством нового главного тренера Тофика Шукурова одержал первую победу в сезоне, обыграв на выезде со счетом 2-1 Балканабадские Небичи. Матч Ахала с Капидагом состоится сегодня в 17.30 на стадионе Ниса. Ответные матчи четвертьфинала пройдут 8-9 сентября. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменистан Портал – ваш самый надежный источник новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова